общий привет друзья сегодня мой пятый день по восстановлению вот естественно что каждый мой следующий ролик будет все короче и короче я не буду повторяться и выкладывать одно и тоже это не выдержит вообще ни один зритель но буду оставлять свои устные комментарии о о своим ощущениям вот то есть если что-то будет такое что мне захочется чем не захочется поделиться я буду это выкладывать полностью все уже свои упражнения показывать не буду ну начну как обычно первая нота а потом сразу пропускают до следующего какого-то ощущения а итак друзья я разыгрался вот и готов наверно перейти к техническим упражнениям вот сегодня наверно поиграю упражнения на хроматизмы из школы уткина она у меня тоже есть как-то я ее очень на этой школе базируется упражнения алексиса на школе уткина базирует свою например ежедневную работу андрей петрович мускалев вот ну я тоже частенько играю хроматизм и вообще считаю что хроматизм это опора упражнений для техники вот и так как наш концерт как раз таки предполагается делает упор на технические вещи то техника мне очень необходимо и вообще я люблю технические вещи они как правило нравятся публике они броские яркие зрелищные вот и самому их играть тоже одно удовольствие а 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 рекомендуется играть как можно больше пассажей на одно дыхание вот в различных скоростях конечно когда как кому иногда надо быстрее иногда медленнее вот и сейчас мои пассажи несовершенны они не заполнены воздухом они не ровные вот не наполнены скажем так они они не в одной линии я чувствую там шероховатости но это все рабочие моменты в принципе по-другому быть просто не может а 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 Проглатываются некоторые ноты, это слышно. Они не заполняются воздухом, поэтому они как бы выпадают из линии. Что же делать, когда пассаж не получается? Ну, ответ здесь один – снижать скорость. В принципе, скольжением наверх я доволен, техникой я недоволен. Но для этого я и повторяю эти упражнения, чтобы техника потихонечку стала возвращаться назад. Да что ж она так стучит, да не поигурдился. Все похудил. Что такое после отпуска? А то же труба обленилась, стучит что-то, выражает свое недовольствие. КОНЕЦ КОНЕЦ Тяжеловато. Тяжеловато, ничего не могу сказать. Вот сейчас прям с трудом зацепился за эту верхнюю ноту. Но здесь очень многое зависит еще от общего состояния организма. И вообще, наши губы, наш амбушюр, он крайне нестабилен. Иногда все и летает, и звучит, и главное – непонятность чего. И ты думаешь, наконец-то, вот я добился своего, оно пришлось. Часто я покажу. Буквально проходит один день-два, начинаешь играть, и ничего не получается. Это обычное, постоянное явление, которым надо быть готовым. Это нормально. Что тут можно предпринять? Ничего. Просто продолжать в том же духе. Если звучит хорошо – прекрасно. Если звучит плохо – значит продолжать заниматься. А что делать? Вот в этом-то и состоит мастерство спортсмена или музыканта, чтобы подойти к желаемой дате в пике максимальной формы. Найти вот этот момент крайне сложно. Поэтому у спортсменов там куча тренеров, которые постоянно что-то высчитывают. Они готовят по определенной физической методологии. У них там графики, там в этот день снизить нагрузку, в этот увеличить. Все это только в расчете вот там такого числа соревнований. Надо быть в пике максимальной технической формы. У музыканта примерно то же самое. Но так как мы, в отличие от спортсменов, играем не только на соревнованиях и конкурсах, но и вообще каждый день, то поэтому нам приходится играть несмотря на что. Даже если у тебя не звучит аппарат и ничего не клеится в этот день, а у тебя концерт, будешь играть и никуда не денешься. Звучит музыка Да, но упражнения Упкина, вот это хроматические восходящие линии, секвенции, они, я считаю, посложнее, чем кларк. Где же мой кларк, которого я вроде бы собирался принести, а я его, конечно же, не принес. Да, жалко. Ну что, сейчас я поиграю легкие упражнения, которые я вам показывать не буду, потому что они все одинаковые. Это просто легкие упражнения для первоклассников. Ну, например. И так далее, и так далее. Вот, поиграем минут 15-10, посмотрим по самочувствию. А потом, если мне будет что сказать, я скажу. Ну вот, после легких упражнений я снова вернулся к кларку. Уже проиграл несколько упражнений, но сейчас, в отличие от легаты, я играю все над двойным стаккатом, потому что легаты и скольжения на сегодня, мне кажется, достаточно. Уже проиграл несколько упражнений. Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы слегка расслабить губы после затяжной такой секвенции, я опускаюсь вниз и беру педальный нот. ПЕСНЯ Дело в том, что после такой секвенции, долгой секвенции, амбушюр выстраивается в такое довольно статичное положение, которое сразу не перестраивается. Поэтому я делаю глубокий прыжок вниз на педальные ноты, и амбушюр восстанавливается и снова становится более-менее гибким. ПЕСНЯ Одно из самых неудобных сочетаний клапанов на трубе C и DO-DS. Это очень сложно, не то что сложно, не комфортно. А вот в случае с начинающими вообще беда, они прямо мучаются, вот у них пальцы там заедают, западают, они вообще как бы постоянно испытывают проблему именно с этой комбинацией. КОНЕЦ Вот, но я буду играть еще выше-выше-выше, пока не устану. Но думаю, что смотреть на это особого интереса не вызывает, поэтому пропущу этот кусочек, вырежу его. Так, друзья, я поиграл в секвенции клака на двойном стакката, а сейчас снова обращусь к этюдикам, но чуть-чуть посложнее. Они довольно легкие, как я уже говорил, этюды вурма, которые у меня в издании, в американском издании под фамилией КОПРАШ. Вот, здесь у меня есть один такой хороший этюд, номер 44, вам не очень это видно, но просто он такой интересный. Дело в том, что он как бы весь построен на скольжении, и, кстати, у вурма я этого этюда не видел, но я этот этюд играю обычно, когда разыграюсь в начале своих упражнений, играю я его на октаву ниже, как это выглядит, примерно вот так, я вам сейчас покажу. Как это выглядит, примерно вот так, я вам сейчас покажу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Для чего я играю на октаву ниже, я уже неоднократно объяснял. Дело в том, что мне это помогает разыгрываться намного быстрее. И я прямо как заново рожденный, губы такие встрепенулись и приятные чувства сразу здесь, кровь побежала, слегка лёгкое щекотание приятное. Вообще известно, что нижние ноты это основа верхнего регистра. То есть верхних нот не будет без нижних нот. Это как бы аксиома. Хотя тоже спорно. Вот как бы нижние ноты я играю, но с верхами у меня не сказал бы, что прям так шикарно. Но возможно это вызвано просто моей линией и нежеланием работать на самом деле тяжело. То есть как бы такой потребности у меня не стоит и я не концентрировался на этом. Вот. А если бы занялся по-настоящему, наверное мог бы и добиться. Вот. Так что и друзья, если вы хотите высоких нот, если вы хотите выдержки и вообще если вы хотите хорошо играть на трубе, то единственное, что вам в этом поможет, это регулярные ежедневные занятия, желательно осмысленные, с пониманием того, что вы делаете в данный момент и для чего. То есть если проводить аналогию, то могу сказать, что в мире огромная масса футболистов, но гениальными становятся только те, кто играет с головой. Они понимают, что они делают. они просто пинают мячик. Ну, в данном случае это же относится и к музыкантам. Второй темпе. Второй темпе. А эту половину этюда я уже сыграл как написано и постарался наполнить каждую ноту поставленным дыханием, чтобы нота была заполнена. Это уже берет силы. Когда мы наполняем ноту дыханием, когда мы используем дыхание, так скажем, на форте, это уже требует усилий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Устал. Совсем нет выдержки, совсем нет силы вообще. Вот сыграл маленький кусочек и нужен отдых. Вообще выдержка это беда. Я встречал лишь несколько человек, которые никогда не уставали. Могу посчитать их на пальцах одной руки. Три человека, которые никогда не уставали. Которых лично я знал. Так что выдержка это проблема. Длинный этюд, очень красивый. Его вообще можно исполнять на сцене. Кстати, у форма очень много упражнений именно на музыку, именно на мелодию. Они просто как маленькие концертные произведения. Бери и играй. Вы слышали вот этот звук? Вот это то, за что я всегда ругаю учеников. Не выдавливайте, не выдавливайте. Звук должен быть прямой, поставленный. Вот сейчас я выдавил его и сразу же остановился, потому что я такое не прощаю себе. Звук должен быть прямой, поставленный. 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 дыхание в это же время перестроить амбушюр да еще и надавить прессом виде осогнулся вообще просто чтобы воздушная строя выпихнула эту ноту до иначе я бы и не взял прошу прощения за такое некачественное исполнение вот качество конечно ужасно но а по-другому никак не может быть аппарат просто в раздробно разобранном состоянии а я собираю назад а как его собрать только упорными ежедневными и занятиями если я сначала берег губы то сейчас уже начинаю работать уже начинаю работать есть так можно выразиться с весами ну как говорят в тренажерном зале пара начинает работать с весами то есть навешивать дополнительные гирики штанги вот так что и я уже начинаю переходить на силовое упражнение немножко я аппарат подготовил и мне нужно чтобы он уже приступал к укреплению не просто там проснулись размялись растянулись стречи растяжка нет уже пошла в ход силовая работа друзья в конце урок я уже как бы перехожу к тем вещам которые мы будем играть на концерте вчера я уже играл вот как я учу техничные вещи я уже говорил все что надо играть очень быстро когда мы это учим надо играть это очень медленно и как правило я придерживаюсь такого правила пять раз медленно один раз быстро это после того как мы сыграли быстро надо бы желательно бы еще повторить медленно почему так происходит потому что все начинающие я в том числе и студенты мы не любим играть медленно мы любим играть быстро техника техника скорее вперед 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 вот и конечно же все забалтывается ничего не выучивается не разучивается различить техничную быструю вещь можно только очень медленно темпе вот ну так как это скучно то один раз потом можно себя проверить и врезать максимально быстро и сразу все вылезает сразу видно где не выучено где спотыкаются пальцы и вот после того когда мы делаем значит такой чекинг такую проверочку потом делаем шаг назад и снова повторяем семейным так что я сейчас начну опять учить то что мне нужно выучить до конца октября вот покажу только самое начало как вот а потом все опять эту часть опущу потому что здесь ничего нового сплошные повторы вот в таком темпе если же вы спросите меня в каком темпе играть сложнее в медленном или быстром то бесспорно намного сложнее играть медленно это просто не вызывает никаких сомнений когда мы играем медленно слышно вся фальшь все недоработки все недостатки все сразу вылезает наружу поэтому надо играть медленно вот а когда мы играем быстро вся эта шелуха и все вот это все что недоучено недоработано проскакивать мимо ушей просто человек не успевает это осознать слышно только что грязь но где именно сложно угадать в таком примерно ты должен еще быстрее но здесь у меня просто даже шансов нет мне надо это еще учить учить и учить вот так что я сейчас получу мы сделаем паузу потому что процесс разучивания музыкального произведения предельно скучен и не интересен никому кроме того человека который занимается этой скучной и нужной работы друзья становится жарко кондиционер не работает я не включаю специально чтобы не портить звук вот но хочу сказать что подошел к концу урока своего вот я сейчас порепетирую первую вещь для нашего концерта и хотя я играл на октаву ниже всего порядочком порядком утомился прямо скажем даже активная работа в первой октаве и в малой октаве все равно забирать силы вот хочу сейчас попробовать еще одну новую вещь вот эта вещь болгарского композитора и вообще это славянская вещь произведение славянская но она на 7 восьмых и вообще-то она была написана для двух скрипок но вот я его переложил для трубы и для тромбона посмотрим что получится единственное что я здесь изменил я вас сделал для трубы c потому что потому что для трубы c это более удобная тональность и вот сейчас я вас пощупаю посмотрим что это такое вот такая вещь примерно будет конечно это все быстрее но здесь еще раз учитывать то что я перескочил с беной трубы на цену надо сразу перестроить аппарат уши в общем-то я залду вещь так попробовать пощупать что получилось здесь идет размер 7 восьмых то есть мы считаем раз два раз два раза три раз два раз два раза три раз в общем довольно такой специфический рисунок да тут работы непочатый край а концерта не за горами друзья вот мы в общем я поговоряюсь пока показывать эту не часть рутинную скучную часть работы я не буду просто буду показывать в своих роликах если вам это будет интересно то есть какой-то какие-то вот такие кусочки которые может быть будут интересны начинающим трубачам которые вырабатывают для себя какую-то определенную систему занятий и может быть что-то смогут для себя перенять любопытное или скажем так интересно вот но что друзья на этом я буду заканчивать свой очередной пятый свое очередное пятое занятие с темой с общей темы восстановления амбушюра трубача в ускоренном порядке подписывайтесь на мой канал задавайте любые вопросы всем пока